Академия порядочных парней Не обязательно делать модное звучание, чтобы быть популярным Многие музыканты работают в разных временных рамках, применяя в своей музыке даже приемы 60-х годов Ведь, как известно, все новое это хорошо забытое старое Кто они, эти уникумы? Сейчас вы узнаете С вами, как всегда, Вика и это шоу АПП Не будем долго тянуть стэфлайк под этим видео и поехали Наверное, нет более яркого примера ретро-звучания, чем Лана Дель Рей В ее творчестве прослеживается эстетика 60-х годов Которая выражается не только в характерном вокале, но и в самом образе Нежная девушка с прямыми каштановыми волосами Образец американской мечты При этом большинство песен выполнено в стиле сол Который максимально передает ламповое винтажное звучание тех лет Нетипичная для нашей эстрады внешность и интересный музыкальный стиль Вот чем нас зацепила Зиверт в 2017 году Несмотря на работу в разных музыкальных направлениях Юле по душе пришелся старый добрый электропоп Который берет свое начало в 80-х Это легко заметить, вспомнив ее главные хиты А именно Беверли Хиллз, Зеленые волны, Кредо и, конечно же, нетленку Лайф Его глаза – это свет, далека мне, ее любовь – это ми Кто сказал, что любить друзьям нельзя Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что... Every time you're here, I can learn Don't you know... The Weeknd на протяжении нескольких лет искал свое звучание Пока не остановил свой выбор на современном ритм-блюзе Который был на высоте в начале 90-х Поэтому неудивительно, откуда в его сочных композициях такое необычное звучание Работа над саундом в творчестве канадского исполнителя Занимает порядка 70% работы Максимально свежее звучание под старину вкупы с классным вокалом Дало поразительный эффект И теперь The Weeknd знает весь мир и даже больше В свои 21 год Тима Белорусских многого достиг Он выпустил два полноценных студийных альбома 20 цифровых синглов и невероятно популяризировал синди-поп у нас в стране Посудите сами В этом музыкальном направлении доминирующим инструментом является синтезатор Который создает настроение на уровне 86-го года А теперь взглянем на работу простого белорусского парня И других молодых представителей танцевального жанра Сходство налицо Кристина, она же Луна Она же бывшая супруга Юрия Борташа Делает свои треки исключительно под старое звучание Она не остановилась на одном конкретном дочернем направлении В ее творчестве есть местро, электропопу, трипопу и даже хаосу Крайняя работа украинской певицы «Чужие люди» Представляет собой какой-то невообразимый набор эффектов Из 90-х Не верите? Послушайте сами Вот что значит не ограничивать себя рамками The Black Eyed Peas появились в музыке в середине 90-х И как будто впитали в себя все самое лучшее из того времени Американская группа была одной из первых в жанре New EDM А также регулярно заглядывала в дэнс-поп Их звучание, навеянная танцевальная музыка 30-летней давности Современными примочками сохранилась и по сей день Их последняя работа «Ритмо» так и вовсе построена на сэмпле легендарного трека The Rhythm of the Night с эффектами современного звучания Как оставаться стильными, но при этом делать винтажное звучание? Спросите об этом у парней из Intelligency Как утверждают сами ребята, они делают техно-блюз в акустической ламбовой обработке Такой стиль звучания трудно назвать обыденным Ведь он реально цепляет и выделяется на фоне однотипных электронных композиций Трек August уже считается мировым хитом Однако в рукаве у Intelligency имеется целый ряд крутых синглов Которые мы сейчас и послушаем Дан Балан не был бы смеющим Собой, если бы не пробовал регулярно менять звучание Если раньше это был своеобразный дэнс-поп То теперь экс-солист группы Ozone явно тащится по 80-м Иначе как объяснить его относительно свежий трек Hold on Love, который буквально пропитан духом того времени Также Дан выпускал сингл Funny Love, который явно навеян творчеством в дебеш-мод Если вам нужно написать современный хит под старое звучание Зовите парней из Daft Punk Настоящие французские электронщики регулярно работают со звездами первой величины Создавая им уникальные неповторимые мелодии При этом парни делают и свое ню-диско Которое без проблем раскачает любой музыкальный диджей фестивали И нет, это не шутка Ольга Бузова действительно пишет хиты, опираясь на каноны 90-х Малая половинка нет с 90-х А свежий сингл не виновата, самые настоящие 80-е И пускай ее песни многим кажутся примитивными Они чем-то да и цепляют Например, свое неплохое музыкальное счастье Которое сделано на уровне На уровне Ольги Бузовой, конечно же Нелета быстро нашла свою музыкальную нишу Всяк за основу стилистики песен тем у 30-летней давности Обилие различных лазерных эффектов и клипы, снятые в стиле 90-х Подчеркивают этот факт Делает Данил все это крайне годно Не скатываясь в жалкие пародии по типу некоторых молодых артистов После ухода из группы Серебро Ольга Серебкина решила кардинально сменить звучание А теперь ее творчество это настоящая танцевальная электроника По типу той, что играла регулярно в клубах того времени Такой стиль исполнения невероятно подходит ее меланхоличному вокалу А свежая работа «Что же ты надел?» Раскрывает ее новый стиль совершенно под другим углом Самый необычный гость этого видео Тифест Тоже умудрился на одно время поменять свое привычное звучание Его работа «Без тебя» с микстейпа «Свети либо погибни» Наполнена синтезатором, кричащей бас-гитарой И относит нас в конец 20-го века Звучит крайне бодро и однозначно заслуживает места в твоем плейлисте Ну что ж, на этом все Напиши в комментарии, какие артисты звучат точно так же И мы обязательно выпустим вторую часть Давайте сразу наберем под этим видео 25 тысяч пальцев вверх Подписывайся на канал, нажимай колокольчик Также тебя жду в своем телеграме и инстаграме Все ссылочки есть в описании Увидимся завтра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok